Сейчас у нас на куре наши брюки мы называем водопады. Правда, это полуводопады. С одной стороны у нас брюки по косой. И вот такой вот туп, который видите, с такими чудесными... О, можно вот так, да? Он такой трансформер, можно сказать. Ой, как здорово! Ничего себе, какой универсальный туп. Ну вот, скоро прошло так вот. А еще можно его усилить вот таким чудесным снудом. Такой снуд буа. Ой, красота. Вот так, может быть. Можно играть, конечно, можно спускать. В общем, нужно находить для себя какие-то моменты, самые выборные. Вот. И мы возвращаем его. Такая спинник она получается. И наши брюки водопады здесь на очень высокой резинке. Подчеркиваю, очень тайную, да? Это прям резинка такой ширины больше десяти сантиметров, по-моему, даже. Ну, минимум десять. Очень красивая, великолепная идея вот этого снуда. Я так понимаю, что его можно отдельно заказать и в разных цветах и использовать в каких-то других интерпретациях. Само интересное смотреть, как он может работать еще. Мы еще не наигрались. Да, да, да. Конец, это красиво. Здорово, да. Красиво. Мне кажется, что это даже можно приспособить на не самых стройных девушках, как Кора. И очень красиво будет. Ой. Кора, вам какой наряд больше всего нравится? Мне все нравится. Ну, вот вы бы выбрали вот этот, да? Даже с таким усиленным эффектом наверху и брюки водопады. Или вот это платье с этими рукавами? Ну, смотря для чего. Невозможными. Ну, смотря для чего. Для чего. Скажите, для чего. Ну, честно говоря, мне кажется, я бы выбрала платье. Потому что в нем просто вообще необыкновенные. Рукава, да? Просто необыкновенные, конечно. Но здесь не менее красивый, конечно, наряд. Любимые нами всеми брюки, да? В отличие от платья удобно. Он сразу надел и усиленные с нудом вот это вот, я даже не знаю сказать, как композиция, да? Композиция. Композиция. Потому что можно по-разному играть. Очень красиво. Ну, здесь я должна сказать, что в отличие от платья мы здесь подчеркиваем фигуру, да? Здесь великолепную фигуру коры мы подчеркиваем. А платье, оно ее как-то скрывает. Ну, платье зато комплиментарно любой фигуре. Да, да. Можно, так сказать, не бояться. Тут еще мне нравятся вот эти лепесточки, они как бы, вы движетесь и они с вами движутся. А, вот так можно, вот так, да? Да, можно делать туда-сюда, как вот с бусами, да? Только с орышками. Это такая, знаете, кокетливая, такая легкая, какая-то вот такая игра и, как сказать, костюмы, например, ну, многие, кстати, к нам девушки приходят за тем, чтобы раскрыть свою женственность. И вот эти вот такие вот элементы, нежные, такие кокетливые, они помогают в этом, понимаете? Вот говорят, что там, хотите менять жизнь, менять прическу, но вот это и потому, что прическа изменяется, ваше движение меняется, так и костюм вам помогает, он помогает вам измениться, найти свой образ, свою жизнь с такой кокетливость, и как-то стать легче, и мир изменится вокруг вас, и вы меняете. Я согласна, Галина, с вами. Вот это такая вот деталь, казалось бы, да? А она очень много играет, вот раз, и вы расцветаете, как роза, понимаете? Вот в этом и смысл. Ну, не зря эта коллекция названа «Роса Девина», да? Да. Мы влюбились уже в эту розу Девину. А в шарфе здесь пять метров. Пять метров? Пять метров. Пять метров. Пять метров шарф скромный. Мы видим здесь, как бы, сжатый шифон и сжатый атлас, насколько они по-разному выглядят. Причем поразительно, что это очень близкие цвета, практически один цвет, да? И это пятиметровый. Вот он уже немножко подрасправился. Вы его даже не обрабатывали? Мы даже его не обрабатывали. Мы даже его не обрабатывали. Пятье фактически универсальное. И в розовом цвете оно красиво смотрится. Думаю, в других цветах тоже. У нас есть, кстати, как база. Мы можем показать и в черном цвете у нас сейчас есть. То есть это базовое, можно сказать, платье. Да, есть и черное. И вы сказали, что это такое же вот фактически по крою платье, как вот это. Да, силуэт у него такой. А-образного силуэта. Но за счет крэша оно уже притает. Принимает форму по фигуре. Очень красиво. И вы готовы покорить мир. Наша коллекция «Роза деревни» посвящена Данте и его божественной комедии. И здесь вы видите последние слова божественной комедии. Любовь, что движет солнце и светило. Здесь оно написано два раза. Вот у меня... Черно-белый вариант. А, тоже розовый. И вот вы видите, здесь по центру написано «Роза деревни». Да, и вот «Ламур». Ну, дальше мне уже не прочитать. «Соли эль артрестелле». Наверное, так. В общем, любовь, что движет солнце и светило. Это была последняя фраза «Показывай». И мы вывели эту фразу именно на латинском шерфах. И у нас наша девушка каллиграф. Она это все написала вручную. То есть это каллиграфия. Потом мы это все адаптировали в текстиль. И у нас лимитировано количество шерфов, посвященных этой коллекции. Вы видите, здесь понятно, что это вот такая растяжка, да? Вот один конец у него светлый. Вот в моем, да, если вот посмотреть, то вот один светлый, один розовый. Они разные. Ну да, они у вас не повторяются. Видите, у меня темно написано, здесь написано розовым. И все десять неповторимы каждый раз. Здорово. Но это так красиво, любовь. Очень красиво. Сейчас на коле блуза семичастный лепесток. То есть это блуза семичастный. То есть она состоит из семи лепестков. То есть вот спинка один, первый лепесток. И с каждой стороны у нас по три лепестка. И здесь вы видите прозрачный, потом поплотнее. Это все органза шелкало. И опять прозрачный. Возможно, только у вас можно такое найти и увидеть. И вот они, видите, они как прозрачные. Это топ, да? Это топ, да. Это топ. Ну мы их называем как бы семичастным. Да, в этом случае мы видим. Его можно раскрыть и закрыть, как вам нравится. Но мне очень импонирует его такая как бы легкость. И вот эти вот волны как бы этих лепестков. Очень красивые. И цвет такой красивый. А цвет, да. Палевый, да? Его можно назвать или как. Да, и видите, вот здесь мы специально вводим золото, чтобы подчеркнуть это движение этих лепестков. Причем, вы видите, да, она как бы яркая. Юбка тут тоже такая достойная, прямо скажем, бархатная на широком, красивом, задрапированном поясе. А вы крутитесь, Кур. Как бы и смотрели, и смотрели, да? Смотрели, и смотрели, да. Ну, причем она бархатная, она легкая. Цель шелковый бархат. Да, он совершенно чудесный, да. И сложнейшего цвета. И, кстати, сейчас же розы тоже такие бывают. Бежевые. Да, да, у нас вот как раз это был один из выходов. Ну, я хочу сказать еще, дорогие друзья, на всякий случай, что вот все эти сокровища можно заказать, допустим, в классическом черном цвете. Еще, в общем, то, что у вас есть в наличии, да? Да, да, мы покажем, кстати, в черном цвете. Да, покажем. Все есть. Очень красиво. Многие к нам приходят тем, чтобы найти что-то вот такое необычное, что-то не черное и вот такого изысканных благородных цветов. Потому что черное... Сейчас как раз на кое пяти. Пяти? Да, пять лепестков, да, сейчас. А эти лепестки, они какой-то формы или они квадратные? Нет, они не квадратные. А, вы как бы... Сложно. Они как форма лепестков, да, сложная форма. Ну, понятно, что потом это все сжимается, потом раскрывается и складывается. Ну, я поняла, один лепесток сзади. Да, да. И здесь с каждой стороны по два. И, как правило, мы всегда используем немножко разные материалы. Вот видите, здесь как бы более плотные. А это еще и разные материалы. Да, а здесь розовые. Здесь более сиреневые, а здесь более розовые. И они разные. Этот более прозрачный. По виду они, конечно, похожи. Но они разные. Они вот совсем на нюансах. Это вообще наше все. Мы вот любим на нюансах. И, кстати, хорошо, что сейчас есть такие бестгальтеры, которые позволяют носить любые вот эти лепестки. Лепестки, да. Лепестки, да, да. Укутаемся в лепестки, да, Ирина? Вот когда нужно... Вот там еще что-то такое. Когда нужно на свадьбу. Когда нужно на какой-то важный выход. Когда вы идете там на вечеринку. То есть, например, этот топ, опять же, его можно надеть не только с бархатной юбкой, как у нас. А такой топ можно надеть с джинсами, например. И будет уже сразу совсем другой образ. Или можно надеть эту бархатную прекрасную юбку наоборот с какой-то вообще футболкой. Косухой. Косухой. И, таким образом, сейчас очень модно нарядные вещи носить. Да, смешивать вот стили высоким. Это представители высокого стиля. Высокого стилевого романтизма. Сейчас очень модно нас вот таких вот высоких и романтичных, наоборот, миксовать с чем-то таким брутальным, casual, каким-то рванами, краями. И как раз это будет... А когда вам нужно действительно создать образ такой нежный, летящий, на какой-то... Тоталлук. Тоталлук. Тоталлук, да. Ну, я думаю, что свадебные платья и невесте, и гостям. И можно, ну, всем, всех тут приодеть. Да, еще и в одном стиле будут, например, мама невесты и невеста, да? Да, я думаю, там может быть очень красиво. Очень красиво. Роза чайная, да? Чайная роза, золотистая. Очень красиво. Да, вот эта линия, это у нас... Мы специально сделали наши же рисунки, да, от розы Девина. Это та же коллекция, только в таком вот золотистом цвете. Да, здесь тоже... Уже расписано, я уже различаю. И вот, как бы, шар, вы видите, вот это, да, здесь вот... Как она... А эта блуза такая же, как на мне, только в чайном варианте, да? Да, такой такой, рисунок другой. Да? Да. Да, у нас сейчас разработано 8 видов рисунков блуз для этого коллекция. Так что у нас большая сортина. Кура, повернитесь к нам. Угу. И вот наш шар, да, с подписью розы Девина. Угу. И здесь вот у нас, видите, какой... Вот здесь, видите, и золотом расписано, и серебром тёплым таким. Очень красиво. А вторая часть у него более тёмная, более такая. Ну, вот здесь, мне кажется, отлично подошёл этот шар к этой блузе, да? Очень красиво. Они как по свету близки. Да, конечно, его можно носить и на голове, и завязывать. То есть здесь у него два метра длины, соответственно, хватит. Какие волосы у коры роскошные. Видите, смотрите, как хорошо. Настоящая модель. Он стоит, как бы этот шар, когда напечатан он на шёлковом атласе 16-й плотности, а стоит он на такой серебристой тофте. Специально поплотнее поставил, чтобы было лучше виден их в сон. Очень красиво. Вообще, удивительно этот чайный роза-чайный цвет. Очень пошёл и кори тоже. Угу. Очень красиво. В нём что-то и лимонное. Да, есть растяжки такие. Он такой вот очень благородный, очень золотистый. Дорогой. И сливочный. То, что даёт нам большие возможности. И оливковый тоже, да? Растяжки, да. То есть наша печать. И мы сразу проектируем вот эти нежнейшие, тончайшие растяжки. Много ассоциаций, я говорю. И солнце, и оливки. И светлые, и золотые. Да. И вот он пришёл прям вот такой вот тёмный. Я даже не знаю вот на превью картинке, какой именно розовый. Розовый. Розовый, да. Ну вот сейчас пока у нас короб таких золотистых. мы покажем вот этот шарф и второй. И второй. И второй. А, он такой более оливковый, да? Чуть насыщеннее. Да, вот такого цена. Близок хаки, наверное, да? То есть у меня есть. Видите, какое? Здесь, может быть, и тёмная история. Более контрастная. Да. Уже можно даже как бы к осенним уже цветам, да? Ну, есть же так называемые цветы, вот эта тёплая гамма. Есть у нас целый ряд. Он такой тип, да? Которым очень идёт комплементарен этот цвет, эти цвета. И они как-то вместе с собой очень хорошо сочетаются. И понятно, что они хорошо и с чёрным, и с белым. И там такой и летний, и осенний. Очень красиво. Мне очень нравится. Ну, в общем, вот такие наши. Это тёплая гамма. Вот и вся коллекция может быть напечатана, подзаказана в этой тёплой гамме и в чёрно-белой гамме. Сейчас мы вам ещё немножко покажем в чёрно-белой. Но чем вообще прекрасен вот атлас такой хорошей плотности для блузы, да? В общем, струится он вообще-то довольно... Он, кстати, с эластаном здесь. С эластаном? Да, да, он с эластаном, поэтому он почти не у неё. У меня с эластаном? И у нас тоже с эластаном. Да, у нас тоже с эластаном. Да? Ну-ка. Да, да. И он, видите, он плотный, тут 16. Плотность – это очень хорошая для нос. И тут золотистая ниточка, да? Да, золотистая ниточка. Да. На коре всё безупречно. Вообще, интересно смотреть, да, на эти рисунки, но в другом цвете. И внимательно рассматривать. Очень-очень это важно. На дефиле это не получается. Здесь, конечно, когда снимаешь, так... У вас, это, такое, свой час на дефиле сегодня. Да. Вы, кстати, видите это впервые. Мы это, понятно, не показывали. У нас уникальный материал. И здесь вот как раз увидим наши палантины уже как бы с другими рисунками. Это похож на ваш палантик. Это черно-белый. Но рисунок совершенно другой. Да, но рисунок другой, более высокий контраст. Здесь более крупный цветок. И здесь вы видите на белом напечатан черный, да? А на черном напечатан белый. Это моя любимая гамма цветовая, которую я ношу. Но здесь я хотела еще вам показать. Вот сейчас мы его заберем. А мы же не разобрали наряд. Да, наряд. Наши брюки-водопады. Блуза по косой. Как они у вас? Водопады двойнее. То есть, когда с двух сторон. Водопады все вперед. Водопады все вперед. А, водопады все вперед. А бывают еще назад. Бывают все назад. И очень красиво. Получается, сейчас мы не можем вам показать. Вот видите, как мы спинку у нас смотка. А вперед. А они на резинке, эти брюки, да? Да, они тоже на резинке. Вот они у нас. И вот эти... Все вперед, как юбочки. А блузы у нас, видите, тоже на высокой резинке. Но, тоже подчеркиваю, талию. Здесь у нас тоненький нежный опласт. И вот такая вот на запах, которая сразу держится. Ну, фактически, это очень красивый наряд, который смотрится и как платье немножко, и как комбинезон. И со всеми шарфами, да. Вместе. Красиво сочетается. Да. Сюда же можно и другие ваши шарфы, и просто сжатые, да. Ну, конечно, расписанные. Я буду показать вот наше одно из наготовых блуз. Это блуза будет, да? Это будет блуза, да. Но сейчас она у нас смотрится как платок. Как платок. Как бы как платок, да. Да, да, да. Это, конечно, подкрой по косу. Вы видите, все будет. И расписано. Да, они вот расписаны. Вы уже расписали тут? Да, да. Вот видно, что здесь расписано что-то. Может, еще не закончено, но... Как красиво. И вот эти растяжки. И вообще-то она у нас должна была быть... А растяжки это тоже вы делаете, или это такая ткань? Ну, конечно, прадиенты, да. Это, может, задаемые. Эти растяжки, конечно. Да, ничего себе. Какое сложное, предварительное... И, соответственно, блуза будет... Подготовительное действие. Ой, какая красота. А можно вообще вот как пончо? Да? Можно? 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 Можно. А можно юбку вот так запахнуть? Да. Да. Мне почему-то думала, что юбка, и там рисунок здесь целый. А мне вот так вот нравится. Вот именно вот прям пончо. Пончо. Да, даже не вырезать рукава. Шелковая пончо. Шелковая пончо. Нам всегда жалко резать, конечно, но... Ой, приходится. Но изначально рисунок располагается так, чтобы мы там... Ну, понятно. Ну, да-да-да-да. Резали, но чтобы рисунок не был... На мне прям... Я бы вот прям такую пончо носила. Очень красиво. А что мы прослушиваемся, мы придумываем что-нибудь. И юбку попробуйте такую. Да-да-да. Асимметричную. Очень красиво. Вот эта в черно-белой гамме, да, тоже красивая история. Не тоже, а она просто восхитительна. Она может быть и в черно-белой гамме. Очень красиво. Со всех сторон. Да-да-да. Не знаю, что и выбрать. Платье шелково-жатое. И оно еще сделано так, как эта ткань у нас. Видите, она на половинке. Это как то розовое. Да, как розовое, но только здесь у нас... Даже если спинка повернулась, то вы видите, что мы еще используем как бы гладкие. А-а-а. Леск и матовость, да? Поняла, поняла. Я еще тоже думаю, может быть, освещение не такое, но нет. Это такая задумка. Да, это такая задумка. Ну, что хотелось бы более интересным-то, что черный очень любит разные фактуры, разные степени матовости. Вот. И огромные наши сейчас хиты у нас. Мы их называем шарфы-гиганты, но это 2,50, 2,70 и 2,80 как бы. То есть почти 3 метра длина и ширина? Да, летом 40 ширина, во всю ширину. Во всю ширину ткани, да? Вот кора очень хрустится. Полюбила, мы с ней делали подосысью в городе, и там она ими, значит, практически перекрывала бедропавловую крепость. Да. Я теперь вам немножко так покажу. Вот они бывают... Да, разные цветов. Мы участвуем, например, вот такой голубой. Нежный, да. Это вот летом, как раз и не только летом. Ну и тут нужно еще учесть, что сейчас у нас как бы арабские эмиранты, и все это, как сказать, наши шарфы-гиганты начали прожить свою отдельную жизнь в этих восточных странах. А ничего не летит лучше, чем натуральный шелк. Тем более шифон отличающий. Очень красиво. Чёрный с голубым красиво сочетаются. Да, казалось больше. Такое свежее сочетание очень. Этот цвет мы называем baby blue. Такой вот нежный, голубой. Такой нежный пастельный оттенок, да. Чёрный можно на голову накинуть, да? То есть, например, да. Показать. Для венчан, для каких-то таких событий торжественных. Прекрасный комплект и подарок тоже замечательный. Вот. Вот. А главное, легко я достала. Можно из него, из этого шарфа, платье сделать. Да. Если захочется, то прямо огромная ширина и длина. Да, вот видишь, какая это. Он очень красиво драпируется, конечно. И кора очень меняется в зависимости от наряда и цвета. По-разному воспринимается. Да. Пусть даже просто кора махнет, но поймёт. Очень красивая морская волна такая. Ой. Покрутись чуть-чуть, чтобы он поветел. Да, вот хочется полетать, полетать, полетать. Причём, на самом деле, они же почти не внуться. То есть, они внуться, но они тут же расходятся, да? Этот шифон замечательный шелк. Это вот в поездку можно набрать разных цветов. Невесомые. Невесомые. И ты каждый дели. И я хочу напомнить, дорогие друзья, что шелк на самом деле очень тёплый материал. Если его в несколько слоёв, то он... Раньше, вот у нас эти, мы их называем шарфы-гиганты, раньше они у нас были для, как бы, больше для зимы. Вот они, вот эта масса, она такую теплоту создаёт. А сейчас она оказалась для жарких стран. Спасибо. Ушелка. Тёмно-синий аутфит. Да, тёмно-синий аутфит. Здесь у нас тоже наш хит «Тёмно-синий гигант». Я хочу вот показать вот эту вашу обработку фирменную. Очень красивую. Вот. Плотный рулик такой получается. Да, эта линия, видите, очень важна. Вообще, сейчас вот полностью Total шелковый комплект. Это шелковый шарф-гигант. Это наша блуза базово-покосой, без манжет. Такой летний вариант, когда хочется лететь, струиться. Вот. Это брюки, водопады вперёд-назад. Да, давайте покажем, что такое вперёд-назад. Значит, спереди – это вперёд. Да, это вперёд. И вот сзади – назад. Вперёд-назад – это вот. Вот. Это полностью комплект. Вот, походи немножко туда и будет. Видите? Мы смотрим, что это красиво и спереди, и сзади. Вот такая игра. Многие говорят, что напоминают что-то восточное. Но на самом деле это вполне себе и для города может быть, когда жарко и лето. И не только жарко, это же шелковый. Он согревает и греет нас. Летом охлаждается. Да, зимой согревает. Вот. И, соответственно, вот эти вот шарфы. Я очень люблю, когда из них можно сделать вообще что-то совершенно отдельное. Вот у вас там можно вообще создать какой-то свой наряд. Замотать. Тут хватает длины, чтобы сделать из него прям пример даже блузу. Примечательный эффект. Да, кстати, очень красиво. И вы можете в любой ситуации воспользоваться. И у вас будет и так, и так прекрасно. Дизайнерский будет. Я люблю делать всякие завязки. Вот. И здесь вы можете видеть, что можно вот так создать объем или закрыть там, где вам хочется закрыть, открыть, там, где хочется открыть. Вот. Очень красиво. Такая роскошь. Благородный темно-синий цвет. Благородный темно-синий цвет. И для кого-то, кто хочет, например, уйти от черного, темно-синий, это один из таких прекрасных вариантов. Сейчас я скоро буду пофравлять. Вот. Необыкновенный цвет. На самом деле это у нас уникальная коллекция. Она летняя. Она называется Evergreen. И вот этот цвет мы называем нефрит. Цвет нефрита. И видите, у него такая обработка медная. Такая темная медь, тоже для контраста. Ой, а бархат-то он какой-то врубчик. Да, бархат врубчик. А вы мне рассказывали, что он как-то называется особо. Мы называем, ну так, это между собой. Это не, как говорится, не профессиональное название. Но мы так его называем. Называем Merci. Потому что парижане, они любят именно парко и бархат. Врубчик. Видите, у него шелковая основа и шелковый ворс. Вот. И обработан он таким нежным-нежным. И браслеты такие еще. А браслеты мы сейчас скоро и покажем. Это, на самом деле, вот эти рукава. Они могут быть не только широкими, да, такими праздничными. А когда, может быть, вам захочется изменить образ в платье, его можно сделать, заправить вот так. И сделать таким... Как интересно. Вот. Таким вот красивым буфом, так называемым. Вот так красиво он собирается. Собираем. Интересно. Просто оно может быть, видите, вот таким вот разным. Кто-то любит их собирать. Видите, они же очень широкие. Кто-то любит их собирать, кто-то любит их наоборот. Что распускать. Чтобы они были свободными, да. Вот эти резиночки, они дают такой выбор, да. Как вы хотите делать, так или так. Наша же задача, чтобы было и комфортно, и красиво. Вот. И для лета этот бархат, он на самом деле очень нежный, да, Корма? Прям вот очень стреляющийся, такой приятный. В нем не жарко. То есть это важно, что он такой вот дышащий. В нем не жарко и в нем красиво. И вот еще плюс вот такого бархата, он почти не мнется. Вот из-за того, что у него заново вот этот трубчик, он обладает таким свойством, чтобы тоже можно его спокойно взять с собой, и он не помнется у вас. То есть у него не будет заломов, как у некоторых бархатов. Да. И, да, и, конечно, вот такой фтон. Ему шар шелковый. Тоже в фирменном крэше у одного дома. Елена Ткаченко. Вот очень красиво так вот спиной. Видите, можно навязывать же и так, и так. На фоне, кстати, роза очень эффектно смотрится. Конечно. Это же классическое сочетание. Вот. Так что это все такая коллекция гриф, которая полностью была посвящена зеленому цвету и всем-всем его оттенкам. И вот это был один из самых сетев. А вот помните, мы изумрудный зеленый его снимали? Да. Тоже был очень красивый. Да, было. Но все-таки тот более насыщенный, такой демонический. Да, да, да. А этот такой нежный, такой вот летний цветочный, это идти в таком платье навстречу их. Производить полный фурор. Да, вечером. На всех окружающих. Конечно. И тут еще, видите, такой благородный оттенок. Он не открытый цвет, а такой припыленный, очень благородный. И что-то в нем есть такое аристократическое. Ну, этот прекрасный цвет, этот цвет лето. Что может быть вообще красивее такого цвета? Называется сицилийский апельсив. Я еще покажу, как можно завязывать. Давайте посмотрим. Значит, у нас платье. Да, у нас платье. Вот. На резиночке. Вот. Конечно, цвет подритет. Обожаю. Вот. И когда не хватает солнца, то можно быть солнцем самим. Правда же? Да. И тоже, можно сказать, такой трансформер этот кардиган. Да. Он и блуза. Вот. И так выглядит, как платье уже такое с длинным рукавом. Можно завязывать уже и по-разному. Можно, да, управлять. У него фонютуры. Видите, вот. Да. Можно вот так. Вот так, да. Вырисуем его оттраты. Сейчас я тут зафиксирую. Вот. Это такой, в общем, трансформер. Можно и так, и так. И цвет просто божественный. Бомбический. Бомбический. Вот. И мы тут даже в образе немножко немножко добавили Сергий. Он может быть и юрический немножко. И такой вот расслабленный. Скоро. Покрутитесь еще чуть-чуть. Да. Вот. Это наша летняя коллекция. Потому что такой цвет. Вот. Хочется его вот сейчас, в июле в жару. Да. Да. Хочется расподлиться и идти красиво. Навстречу. Солнце. Смажетший цвет. Я в восторге. Я в восторге. Редактор pull. В, скるе. Танк. Это necesita.